Председатель правительства Дагестана Абдул-Муслим Абдул-Муслимов посетил республиканский многофункциональный центр в Махачкале в сопровождении министра цифрового развития региона Юрия Гамзатова. В пример министр ознакомился с новым функционалом пункта предоставления госуслуг, расположенного по проспекту Петра I в столице республики. Ранее в период коронавирусных ограничений пункт использовался для выдачи готовых документов заявителя. Теперь он перезапущен в формате цифрового МФС. По наиболее популярным услугам это порядка 20 услуг, которые сегодня граждане могут получать в электронном виде. Они могут здесь обращаться. Наш специалист, основная задача этого центра, чтобы обучить людей дальнейшему самостоятельному получению услуг в электронном виде. Потому что многие люди, которые один раз воспользовались порталом госуслуг с помощью какого-то консультанта, в последующем очень редко возвращаются к выживанию порталов и не могут самостоятельно получать услуги. Директор МФЦ Магомед Имин Арслан Алиев провел для премьер-министра экскурсию по филиалу. Он показал ключевые зоны центра и операционный зал. Особой популярностью в МФЦ сегодня пользуется кабинет выдачи паспорта гражданина Российской Федерации и водительских удостоверений. Арслан Алиев отметил преимущественные особенности получения загранпаспорта нового образца на площадке МФЦ благодаря криптокабине. Подключили здесь отдельно специально выделенные защитные каналы связи, специально разработанные сервис СМЭР, который обеспечивает защищенным каналом. Это первая категория безопасности, биометрические данные, которые обеспечены, обеспечены самую высшую категорию безопасности. Обрабатываем и направляем вам на голову. В течение 30 дней они выдают нам готовую загранпаспорту. Абдулмуслим Абдулмуслимов также посетил учебный класс, в котором ведется подготовка будущих работников МФЦ. Также он ознакомился с тем, как функционирует контрольно-аналитический отдел у МФЦ. После осмотра гости перешли в зал совещаний, где состоялась встреча с коллективом и подведением итогов года. Открывая ее, премьер отметил, что цифровая трансформация является одной из пяти национальных целей развития России на период до 2030 года, которые определены указом президента России. Она призвана решить вопросы, связанные с обеспечением, связью, качественным интернетом отдаленных населенных пунктов, информационной безопасностью, оказанием электронных государственных и муниципальных услуг, подготовкой квалифицированных специалистов и, конечно, дальнейшими развитием информационных технологий. Очень важным сегодня является реализация мероприятий федерального проекта государства для людей или, другими словами, внедрения принципов клиентоцентричности в республике. Также он добавил, что в целях обеспечения скоординированной политики цифровой трансформации отрасли экономики и развития отрасли информационных технологий сформирована и реализуется стратегия цифровой трансформации Дагестана. Далее выступил министр цифрового развития Юрий Гамзатов, который рассказал о проводимой работе Минцифр по направлению цифровой трансформации, популяризации и развитию IT-отрасли, информационной инфраструктуры и обеспечению информационной безопасности. Доступ к получению услуг по принципу одного окна на сегодняшний день имеет, вот со всеми нашими условиями, то, что есть связь везде, 94,5% населения. Практически все население наше имеет возможность получить услуги в электронном виде. Ежедневно многофункциональные центры оказывают населению более 12 тысяч услуг, это по республике каждый день. Для консультации населения приема жалоб есть у нас республиканский контакт-центр «Три шестерки-три девятки». Кроме того, на базе МФЦ создан отдельный отдел, как региональный колл-центр. Мы сейчас подали, написали на ваш адрес, чтобы мы передали ему по вашему решению функции именно регионального колл-центра. Комментируя вопрос внедрения новых принципов клиента-центричности, Юрий Гамзатов отметил, что основной целью инициативы является повышение качества жизни каждого человека и уровня доверия граждан, организации, государственных органов через изменение подходов к работе с людьми для решения их жизненных ситуаций, простого и быстрого решения проблем, проактивного информирования о новых возможностях, возникающих в государстве. Завершилось мероприятие церемонии награждения отличившихся специалистов в сфере цифрового развития. Продолжение следует...